Перед футбольным матчем сегодня, когда отмечается 100 дней до Кубка Конфедерации ФИФА, был назван еще один посол Сочи, города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Им стал Евгений Ловчев, советский футболист, заслуженный мастер спорта. Он всегда считал Сочи футбольной столицей. Дважды я был капитаном Спартака, когда мы играли с Миланом здесь, и я забивал эти голы. Ну какой же не футбольный город? Если сейчас чуть-чуть там меньше пацанов стало, это надо просто заниматься этим, но стадион построен такой. А в Сочи сейчас более 800 мальчишек занимается исключительно футболом. До 2018 года эта цифра вырастет в три раза. Образована специальная спортшкола по футболу. Стадионов для тренировок становится в каждом районе больше. Это и центр Сочи, и Адлеры, и Мацесты, и Красная Поляна. Самый лучший вид спорта. Мой кумир Давид Луис. Хочу заниматься футболом, стать футболистом. Сегодня там передали в муниципальную собственность стадион на Красной Поляне. Скоро будут построены тренировочные площадки для проведения чемпионата мира по футболу. И они тоже будут переданы для наших спортивных школ. И материально-техническая база, она действительно позволит все больше и больше расширять возможности футбола. Товарищеский матч футбольного клуба «Жемчужина» и «Спартака Абхазии» ознаменовал начало международного футбольного праздника. Почти через три недели Сочи будет принимать российских и бельгийских футболистов. Мы открываем первый тестовый матч сборной России и сборной Бельгии 28 марта. Это первое событие в истории подготовки, которая пройдет здесь в Сочи, в России. Это большая ответственность, в том числе и на город, и на край, и на нас всех вместе, на Россию, потому что это пятая строчка в рейтинге футбольном Бельгии. А у Сочи еще одна задача – создать атмосферу большого футбольного праздника, как можно больше людей вовлечь в этот процесс. И такой опыт у сочинских болельщиков есть. Город не первый раз принимает участие в международных соревнованиях. В Сочи входят четверку городов-организаторов футбольных матчей, которые пройдут через три месяца с небольшим в рамках чемпионата мира по футболу. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в нашем городе 29 июня. У сборной России есть шанс попасть в Сочи, но только в том случае, если она займет второе место в своей группе А.